Приветствую вас, и хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, которые могут вам быть важными. Первый момент, это связанный с вашим окружением, то есть, бытовые проблемы, проблемы с семьей и прочее. Второй момент, это проблема внешней оценки, то есть, вам нужна постоянная обратная связь. Четвертый, прежде всего, третий момент, это момент, собственно говоря, мотивации, то есть, того, чтобы спрашивать, как найти мотивацию. И я постараюсь в последовательности разобрать каждый момент, и разбор этих моментов может помочь вам, как-то получить представление о том, в каком направлении вам нужно двигаться для решения своих задач. Во-первых, значит, если когда-то у вас было все хорошо, то есть, вы писали хорошие сценарии, получали отзывы, рецензии и прочее, то надо понять, что изменилось. Вот конкретно, вот вы делали работу, вам она нравилась, история это ваша, вы это понимаете. Значит, что изменилось? Изменились ли ваши подходы к работе? То есть, тут нужна четкая причина следственной связи. Начались проблемы, скажем, в семье, начались проблемы на работе, то есть, сценарии перестали принимать. Изменилась экономическая ситуация в стране, кризис, перестали принимать заказы. Разошло что-то еще, перестали принимать заказы. То есть, результат один и тот же. Ваши сценарии перестали брать. А вот причина может быть разной. И в зависимости от того, какая она эта причина, вам и нужно адаптировать свое поведение. Соответственно, с кругом перечислять все причины было бы не очень хорошо. Я постараюсь разобрать ту причину, которая была названа ради проблемы в семье. Дело в том, что творческий человек, это всегда креативная личность. Креативная личность, значит, личность действующая не стереотипно. Нестереотипно это означает, что решение сложной задачи предполагает нестандартный, нешамблованный подход. И вот здесь, мне кажется, кроется проблема. Когда привыкаешь решать сложные задачи, это я имею ввиду написание сценария, то соответственно вырабатывается подход и стандарт к их решению. А при появлении задач более простых, когнитивно простых, простых с точки зрения познавательных, подход сохраняется. То есть вы по привычке применяете творческий подход к решению даже простых задач. И вот здесь кроется ловушка. Семейные проблемы, в принципе, по своей когнитивной сложности, являются более простыми, чем отгоним задачу написать сценарий. Но из-за ценности, субъективной ценности этого, для вас, например, ценно наладить отношения в семье, сильная мотивация, вы стремитесь к творческой подходе. И вот это главная ошибка. Потому что решать легкие задачи нужно с шаблоном. И постараться разделять задачи на легкие и простые, и сложные, и креативные. Вот креативные задачи, условные задачи, но решать нестандартные. Проблемы в семье – шаблоны. Постарайтесь обратить внимание на то, как, почему и с какого момента начались ваши проблемы в семье. Потому что для того, чтобы заниматься творчеством свободно, нужно отсутствие давления. Нужно наличие времени, но это, мне кажется, у вас есть. И нужно, чтобы человек не отвлекаться, чтобы он был, как бы, свободен. Только находясь в состоянии свободы, человек может развернуться творчески и креативно. И это первый момент. Момент заключается в том, что без начала решаем более легкие задачи с помощью шаблонного поведения, более шаблонного поведения с точки зрения познавательного, чтобы убрать давление извне. Дальше. Следующая проблема, которую я называл, заключается в обратной связи. То есть вам нужна вот эта вот самая обратная связь, что вас постоянно оценивают. И здесь кроется очередная ловушка для вас. Ловушка связанная вот с чем. Видите ли, человек, который творческий, он пишет истории, пишет сценарии, вообще творить. В первую очередь потому, что творить не может. Ой, не творить не может. Он не может не творить. Не знаю, будет ли вам это интересно. Но вот я, как человек, который пробовал писать и нескольких рассказов и повести, могу сказать так. Что на определенном этапе появилось ощущение и понимание, что рассказы я понимаю. По крайней мере иногда я к этому не готов. И нет желания писать. Хотя раньше писали, были какие-то идеи. Из этого можно сделать вывод, что писатель я не настоящий. То есть я могу об этом обойтись. А творец, истинный творец, обойтись до готова не может. И потому, решив свои проблемы бытового плана, избавив себя от давления, вам нужно прислушаться к себе внимательно. Чего же вы, собственно говоря, хотите. Если при отсутствии давления у вас появится желание писать. И вы поймете, что если не напишете, то вы взорветесь. Лопнете. То писать нужно. В любом случае. Это и послужит для вас основным мотивом. Невозможность задерживать в себе идею. И в данном случае, говоря о творческом подходе. О творческой стороне. Не важно, как и кто вас оценивает. Важно, что вы сами для себя хотите писать. Критерии оценки, особенно творчества, очень субъективны. И люди в разное настроение, в разные периоды своей жизни одно и то же могут оценивать совершенно по-разному. То есть, абсолютно любое произведение творчества, если оно целостное, если в нем есть какая-то идея, какой-то мотив. Литмотив, прошу прощения. Есть какой-то посыл. То оно имеет право на жизнь. Другое дело, что вот люди, которые этим занимаются. Они относятся к этому субъективно. И воспринимают не так, как... Это хотели бы вы. Не так, как вы видите. Соответственно, вам нужно здесь сделать следующее. Либо более подробно, более четко, более глубоко изучать потребности и интересы аудитории. То есть, что хочет аудитория. Что ей нужно, что сейчас наиболее востребует. Что популярно. Нужно от чего-то отталкиваться. Для того, чтобы общать интересам, меняющимся интересам индустрии. Ну, это как моду. Вот, знаете. Например, в одно время были популярны, там, красные платья, скажем, большой длины. Теперь синее платье, там, средней длины. И вы с этим, если вы в моду платье, платье большой длины сделаете, платье короткой длины, то какое бы оно хорошее не было, скорее всего, оно не воспримет. Потому что, простите, моду другая. То есть, вам нужно уловить течение, течение интересное. Что наиболее востребовано. Для этого нужно изучать аудиторию. Это один вариант. Второй вариант. Это писать чисто то, что вы хотите. То есть, у вас есть какие-то свои идеи, есть свое видение. И вы его реализуете. И рассылаете различным людям. Эти люди, либо принимают, либо нет. То есть, вам нужно просто здесь уповать на доту. Человек будет на вашей волне. Увидит вашу идею. Увидит ваш, значит, посыл, потенциал. И будет готов его раскрыть. Хотите делать так? Пожалуйста. На нас существует риск, в большей степени риск того, что у вас не будет востребовано. Или востребованность будет более стихийным. И не важно, что было раньше. Главное то, что есть сейчас. Соответственно, вот вы говорите, что вам нужна оценка. Чтобы была оценка, нужно, чтобы произведения, ваши истории, сценарии, как минимум, укладывались в рамки восприятия людей, которым вы это даете. Чтобы они понимали, что, в принципе, это можно. В принципе, это интересно. И если это интересно, то насколько это жизнеспособно. Чтобы оценка была именно такая. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я чего-то не понял. Но, исходя из того, что вы написали, складывается впечатление, что, как бы, истории, вы пишете самые разные. Сценарии тоже самые разные. Но ведь, как создается фильм? Фильм должен быть потенциально интересен зрителям. Любое произведение, искусство, сценарий, которые вы пишете, будь то спектакль, будь то фильм, будь то мультик. Кто-нибудь потенциально интересен зрителю. А ситуация, которая описывается в нем, актуальна для современного зрителя. И понятно ему. Чтобы она вызывала у него какие-то эмоции. Если ситуация, которую вы раскрываете в сценарии, не может быть интересна зрителю, то, соответственно, зачем я ее реализовал? Она может быть сколь угодно глубока. Она может быть сколь угодно мудра. Она может быть для вас интересна. Но мы же здесь все-таки работаем для людей, а не для себя. И тогда мы потихонечку переходим к третьему моменту. Это момент мотивации. Дело в том, что авторы сценариев, если я правильно понимаю, то люди, которые, по сути, пишут такие истории, впоследствии, переложены на визуализацию. Соответственно, вы, наверное, не будете спорить с тем, что вы писали. И здесь проблема может быть связана с тем, что вы переросли написание сценария. Может быть вы потенциально готовы к чему-то большему, чем сценарий. Может быть вы готовы к тому, чтобы начать писать книги, повести, повести, рассказы. А сценарии для вас уже слишком узкие. Вы не можете в этой сцене развернуться. И если это так, то, как минимум, вам нужно попробовать написать что-то из этого. Просто попробовать это сделать. И посмотреть, как у вас получится. Если почувствуете, что, о, вот оно мое, то тогда это действительно так. Если нет, то тогда давайте думать с другой стороны. Вы пишите, что у вас есть идеи. Это значит, что основной момент решен. Есть идеи. Дело осталось за малым. То есть, вот вы говорите, что пишите, вспоминаете прошлые неудачи. Это значит, что ваше внимание рассеивается. Вы отвлекаетесь. Вы думаете о чем-то другом, не имеющем прямого отношения к делу. И вот, собственно говоря, именно об этом я бы хотел вам сказать. У вас проблемы с фокусированием внимания на том объекте, который нужно выполнять. Внимание нужно тренировать, так же, как и любую способность. Нужно тренировать свою способность не отвлекаться на другие предметы, каких бы они ни были, когда вам нужно забыть написать. И это довольно сложно. Но осуществим. Как? Тренировать внимание нужно следующим образом. Возьмите перед собой предмет и начинайте думать только о нем. Не позволяйте себе допускать в своей сознании, в своей мысли, что-то другое, не связанное с этим предметом. Пусть поначалу предмет будет простым, однородным. Скажем, лист белой бумаги или стакан воды. И вот постарайтесь как можно дольше, в большее время удерживать свое внимание только на нем. Это будет тяжело. Но за временем вы научитесь. Не допускайте другие мысли к себе, когда вы думаете о предмет. И это поможет вам научиться не отвлекаться от выполняемой задачи. Просто потому, что вы не сможете. Приметы со временем можно усложнять, делать их более сложными. Тогда ассоциаций с ними у вас будет больше и сложнее будет удерживать внимание. Но если такой цель себе поставите, у вас все получится и отвлекаться станет меньше. Соответственно, заниматься делом вам будет проще. Ну и говоря о мотивации, нужно на самом деле задавать себе очень простой вопрос. Для чего вам писать сценарий? Для чего вам работать? Для чего? Для того, чтобы реализовываться самостоятельно, чтобы доказывать себе, что вы что-то можете? Хорошо. Но этого достаточно ли? Видимо нет. Раз вам не хватает мотивации. Значит, нужно еще мотивации, еще мотивы. Чтобы, допустим, зарабатывать. Чтобы решать свои проблемы. Чтобы показывать, что вы достойный человек и так далее. Ну и найти что-то, что вам действительно важно. И связать это с деятельностью, которую вы занимаетесь. Тем самым, ваше мотивационное поле будет расширено. И вы сможете получить ту самую мотивацию, которая вам нужна для осуществления деятельности. И ваша проблема будет отчасти решена. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Но я пока. До свидания. Мы с вами очень радовались. Пока.